Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как сделать вот такую замечательную аппликацию Мишка. Можно сделать в виде мишки Теби, можно сделать в виде обычного мишки. Вот такая аппликация сможет украсить любую детскую одежду. Можно шапочку украсить, можно кофточку и так далее. То есть уже вы посмотрите, куда ее можно прикрепить на свое усмотрение. Я сегодня покажу, как сделать вот такую голову, ушки, мордочку, носик и так далее. а вы уже сможете сделать вышивку, аппликацию, то есть уже на свой вкус и свое усмотрение. Также рекомендую вам брать цвета пряжи в зависимости от цвета ниточки основного изделия. То есть смотрите, если к примеру у вас теплые тона, то не берите на теплые тона серый цвет. Возьмите какой-то нежный, нежный такой серо-бежевый какой-то. Возможно у вас есть остаточки с предыдущего вязания. Также если у вас к примеру основное изделие связано тоненькой ниточкой, то тоже вяжите аппликацию более тонкой ниточкой для того, чтобы было соответствие вязания аппликации и основного изделия. Если же у вас ниточка основного полотна потолще, то соответственно берите ниточку для аппликации тоже потолще. Это такие мелкие рекомендации для тех, кто в первый раз с таким сталкивается. Опять же для тех, кто вязал такие более холодные тона основного полотна, то берите такой более серого цвета пряжи. Если же это у вас обычный мишка, то конечно же обычный мишка у нас обычно какой-нибудь бурый, либо коричневый. Вот тоже. Теперь же если вы берете, к примеру, под определенное полотно вяжете мишку, то я чаще всего использую для носика. Мишка – это ниточка основного цвета. К примеру, у меня сейчас шапочка синяя, носик у меня тоже будет синий. Если же у вас, к примеру, какая-нибудь желтенькая кофточка и вы хотите на нее тедис вязать, то, соответственно, берете ниточку для носика желтого цвета. Ну, то есть, как бы, чтобы в итоге у вас аппликация вписалась в общую картинку изделия. В общем, кому понравилось и интересно, лайкайте и мы приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать пряжу вот такого вот серо-бежевого оттенка. Это у меня будет основка. Далее нам понадобится небольшой кусочек пряжи другого цвета для носика, абсолютно любого. Чаще всего я беру под тон самого изделия. То есть, к примеру, если у нас желтенькая шапочка, то носик тоже желтенький. Точно так же, если у нас там зелененький шапик, то носик тоже зелененький и так далее. Вот. Буду вязать, так как у меня пряжа не толстая, то буду вязать спицами номер 3. Две спицы нам любые прямые, можно взять чулочные небольшие. Вот. Если у вас пряжа потолще, то, соответственно, берете под нее и спицы. Далее нам понадобится крючок. Я взяла 1,7 мм. И нам понадобятся ножнички и иголочка для сшивания деталей. Берем ниточку основного цвета и набираем начальных 6 петелек на 2 спицы. 3, 4, 5 и 6. Вытаскиваем одну спицу и провязываем 6 петелек лицевых. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестую можно вязать изнаночной. То есть, это наша кромочная. Поворачиваем наше вязание и будем делать прибавления. Первую кромочную снимаем. Далее, между первой и второй, вот он есть промежуточек, его поднимаем на левую спицу и провяжем за заднюю стеночку петлей лицевой. То есть, как бы перекрещенной петелькой. У нас добавилась одна петля. Теперь средние 4 петли провяжем лицевой. 1, 2, 3, 4. И между вот этой лицевой и кромочной петлей поднимаем снова промежуточек, одеваем его на левую спицу и провяжем за заднюю стеночку лицевой. Последняя петля изнаночная. Мы прибавили в начале ряда петлю и в конце ряда петлю. Теперь кромочную снимаем и все петельки промежуточные вяжем лицевой. Первую снимаем не провязанной, последняя у нас изнаночная. Далее разворачиваем и в этом ряду кромочную снимаем и снова поднимаем промежуточную между первой кромочной и второй петлей. Вяжем за заднюю стеночку лицевой. Снова добавили петельку в начале ряда. Далее средние 6 петелек вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 4, 5 и 6. Провязали 6 петелек и между кромочной и лицевой поднимаем промежуток и вяжем за заднюю стеночку лицевой петелькой. Кромочная у нас изнаночная. Добавили снова 2 петли в начале ряда, 1 петлю и в конце. И теперь вяжем просто все петельки промежуточные между кромочными лицевые. А первую снимаем не провязанной, последнюю вяжем изнаночной. Провязали. Теперь разворачиваем снова на изнаночный ряд и кромочную снимаем. Между кромочной и первой петелечкой поднимаем петлю промежуточную и вяжем ее перекрещенной лицевой. Почему перекрещенной? Потому что, ну, чтобы не было дырочек между петельками. Теперь средние 8 петелек вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 и 8. И теперь между последней и предпоследней петлей поднимаем промежуточную и вяжем ее лицевой. Кромочная петля, изнаночная. Поворачиваем на лицевой ряд, кромочную снимаем, промежуточные петельки провяжем лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Кромочная у нас изнаночная. Теперь снова добавляем в начале и в конце петельку. Поэтому между кромочной и первой петлей вяжем лицевую за заднюю стеночку из поднятого промежуточка. Теперь средние петельки, их у нас уже 10, вяжем лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И между последней и предпоследней петлей поднимаем снова промежуток, вяжем лицевой петелькой за заднюю стеночку. Кромочная у нас изнаночная. Получилось, добавилось еще 2 петельки и всего у нас сейчас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 петелек. Вот эти 14 петелек мы провяжем. Кромочную снимаем непровязанной, 12 средних вяжем лицевых. И последнюю кромочную вяжем изнаночной. И перевернув на следующий ряд, мы снова добавим 2 петельки. В начале и в конце ряда. Кромочную снимаем непровязанной. Затем поднимаем промежуточек между кромочной и первой петлей. Вяжем лицевой. Затем средние наши петельки вяжем лицевой. И между предпоследней и последней кромочной петлей, снова поднимаем промежуточек и добавляем вторую петельку. Теперь у нас в ряду, добавив 2 петельки, так сейчас мы поднимаем промежуток, добавив 2 петельки, получается в конце ряда 16 провязанных петелек. И теперь мы должны провязать 2 ряда лицевыми петельками. Кромочную снимаем, все петельки лицевые, последняя петля изнаночная. И затем развернув на следующий ряд, снова кромочную снимаем, все петельки лицевые и последняя петля у нас, как всегда, кромочная и изнаночная. То есть просто 2 ряда провяжите без изменения. Сколько петелек есть, столько и провяжем лицевыми петлями. Провязали 2 ряда лицевыми и еще раз повторяем. Кромочную снимаем, все петельки лицевые этот ряд и повернув, провяжем следующий ряд лицевыми. То есть просто без изменения всего нам нужно провязать 4 ряда. Первый, второй мы провязали, сейчас с вами провязали третий, кромочная и изнаночная. И еще раз обратно, четвертый ряд лицевыми петельками. И теперь мы находимся сейчас, получается у нас провязанных 8 изнаночных рядочков и ниточка с правой стороны. Теперь начинаем возвращаться с наших 16 петелек до 6 изначально набранных петелек. Итак, кромочную и первую изнаночную вяжем 2 вместе, 1 лицевой. То есть делаем в начале ряда убавления. В средние наши 12 петелек нам нужно провязать, как всегда, лицевыми петельками. Вот так вот провязываем лицевыми петельками. И предпоследнюю петлю и последнюю кромочную мы также провяжем 2 вместе 1 лицевой петлей. То есть делали в начале и в конце 2 убавления. Разворачиваем на следующий ряд и вяжем кромочную, снимаем не провязанной, все петельки лицевые. Последняя петля кромочная у нас изнаночная. То есть вяжем просто без изменения. Кромочная и изнаночная и поворачиваем на следующий ряд. Снова первую кромочную и вот эту вторую петельку провяжем вместе 1 петлей лицевой. Далее промежуточные 10 петелек мы провяжем лицевыми. И предпоследнюю и последнюю кромочную также провяжем 1 лицевой, 2 петли вместе. Вот так. И поворачиваем на следующий ряд. Следующий ряд мы провяжем, как всегда, все петли лицевые. Кромочную первую снимаем и последняя у нас петля изнаночная. Кромочная и изнаночная. И снова первую кромочную петлю и вторую петлю вяжем вместе 1 лицевой. Средние петельки до последней кромочной вяжем также лицевыми петлями. И предпоследнюю и последнюю кромочную петлю я также провяжу вместе 1 лицевой. То есть средние петельки мы не трогаем, а делаем прибавление и убавление только вот этих вот последних двух петелек. Вяжем две вместе петли лицевые. И снова следующий ряд без изменения. Кромочную снимаем, все петельки лицевые, последняя кромочная, изнаночная. Поворачиваем вязание. Первую и вторую петельку вяжем две вместе одной лицевой, то есть делаем убавление. Далее средние петельки до двух последних вяжем лицевыми петлями, а две последние снова вяжем две вместе одной петлей лицевой. И далее разворачиваем, кромочную снимаем непровязанной. Первую петельку после кромочной вяжем одной лицевой. Далее также вяжем все петельки лицевые и кромочная у нас изнаночная. Разворачиваем на следующий ряд и снова в начале ряда делаем убавление, провязывая первую и вторую петлю вместе. Далее промежуточные четыре петли у нас лицевые. И последняя предпоследняя петля две вместе одной лицевой. Вот так вот. Остается 6 петелек, как изначально у нас было набрано. И теперь кромочную снимаем непровязанной. Следующую вяжем петлю лицевой и кромочную одеваем на эту лицевую. При том, что кромочную спускаем с правой спицы. Снова следующую вяжем лицевой и предыдущую петлю одеваем на лицевую. Спускаем со спицы. То есть делаем закрытие петелек. Лицевая, спускаем, лицевая, спускаем, лицевая, спускаем. Сделали закрытие петелек. И теперь смотрите, что у нас получилось. У нас получился вот такой вот визуальный кружочек. Благодаря нашим убавлениям, прибавлениям. И теперь нам нужно отрезать ниточку. Но оставьте такую ниточку, чтобы вам хватило пришить вот этот кружочек. Это у нас готова голова. После того, как отрезали рабочую ниточку, сквозь петельку продеваем этот отрезочек рабочей ниточки. И затягиваем петлю. Снова берем ниточку основного цвета и набираем 6 петелек. 2, 3, 4, 5, 6. И вытаскиваем свободную спицу одну, вяжем 4 ряда. Первый ряд 6 лицевых петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, кромочная, изнаночная. Первый ряд. Далее кромочную снимаем 4 лицевые. Второй ряд кромочная, изнаночная. Поворачиваем на следующий ряд кромочную снимаем 4 лицевых. Третий ряд. 1, 2, 3, 4, кромочная, изнаночная. И последний четвертый ряд кромочная, изнаночная. Ой, кромочную снимаем. 4 лицевые. И последняя кромочная у нас изнаночная. Связали 4 ряда. А теперь первую и вторую петельку вяжем вместе лицевой. То есть делаем убавление. Вяжем 2 лицевые и предпоследнюю-последнюю тоже провяжем вместе 1 лицевой. Сделали второе убавление. Далее вяжем кромочную. 2 лицевые, кромочная, изнаночная. И теперь закрываем петельки. Первую снимаем непровязанной. Далее вторую вяжем лицевой. И одеваем кромочную на лицевую. Следующую вяжем лицевой. И предыдущую одеваем на лицевую. И кромочная последняя вяжем лицевой. И на нее предыдущую лицевую. Вот таким вот образом. Теперь отрезаем ниточку. Отрезаем такой вот небольшой. Оставляем хвостик для того, чтобы спрятать ее. И вот этот вот кончик, хвостик протягиваем сквозь последнюю петельку. И затягиваем. Нам она больше не нужна. При наборе у нас осталась вот такая небольшая ниточка. Ею я и буду пришивать. А вот эту верхнюю ниточку нам нужно спрятать на изнаночной стороне, чтобы ее не видно было. Это наше ушко. Нам нужно вот таких вот связать. Два ушка. Вот так с одной стороны. И свяжете точно такой же с другой стороны. Набираете 6 петелек. Затем вяжем 4 ряда просто лицевыми петельками, то есть платочной вязкой. И затем делаем убавление с двух сторон. 4 лицевые провязываем. И закрываем оставшиеся 4 лицевые петельки. Вот так вот. И прячем кончик ниточки, который у нас останется с изнаночной стороны. То есть таких ушка нам нужно связать 2 штучки. Приступаем к мордочке. Снова берем ниточку основного цвета и набираем 4 петельки. 2, 3 и 4. Вытаскиваем спицу и провяжем 4 лицевые петли. Либо 3 лицевые петли и кромочную, последнюю, изнаночную. Теперь разворачиваем на второй ряд и кромочную снимаем непровязанной. Затем между первой и второй петлей, между кромочной и первой петелькой, поднимаем промежуточную петлю и вяжем за заднюю стеночку лицевой петелькой. То есть делаем прибавление. Затем провяжем 2 средние петли лицевыми петельками. И между последней и предпоследней снова поднимаем промежуточную петлю и вяжем ее лицевой за заднюю стеночку. Кромочная петля, изнаночная. Мы сделали прибавление в начале и в конце ряда. Теперь разворачиваем на следующий ряд, кромочную снимаем. 4 вяжем лицевые петли, кромочную, последнюю, вяжем изнаночную. Это первый ряд мы провязали. Разворачиваем снова, кромочную снимаем, 4 лицевые. Последняя, изнаночная. Это второй ряд. И еще делаем 2 ряда. Кромочную снимаем, 4 лицевые. Кромочная, последняя, изнаночная. Третий ряд. И последний. Кромочную снимаем, 4 лицевые. Изнаночная, кромочная, последняя. Это четвертый ряд. Теперь первую и вторую петельку вяжем вместе одной лицевой. То есть делаем убавление. Далее 2 петельки лицевые. И предпоследнюю, последнюю вяжем 2 вместе петлей лицевой. Сделали убавление. Теперь разворачиваем на следующий ряд. Первую снимаем не провязанной. 2 лицевые, кромочная, изнаночная. И теперь кромочную снимаем не провязанной. Следующую вяжем лицевой. И кромочную одеваем на лицевую. То есть закрываем петельки. Следующую лицевую вяжем лицевой. И закрываем петельку. Последняя у нас лицевая. Закрываем петельку. Далее отрезаем ниточку так, чтобы осталось у нас пришить. И протягиваем хвостик сквозь вот эту петельку. Далее петельку затягиваем. И это и есть наша мордочка. Мордочку можете пришивать как по ходу вязания вот так вот личика, так и вот так как бы, если мы вяжем вот так получается горизонтально, то можете мордочку пришить как вертикально, так и горизонтально. В принципе разницы нет. Можете как вот так вот по ходу, так и вот так вот под другим углом. В принципе здесь разницы нет и так и так будет мордочку видно. И нам осталось связать носик. Для носика я буду использовать ниточку другого цвета и крючок. Берем хвостик, закрепляем первую петельку и набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Теперь делаем воздушную петлю подъема и во вторую петельку вяжем столбик без накида первый, в следующую петельку вяжем столбик без накида второй, в следующую петельку вяжем столбик без накида третий и в следующую петельку столбик без накида четвертый. Делаем воздушную петлю подъема и поворачиваем на второй ряд. Берем с первой петельки полупетельку и со второй петельки полупетельку и делаем общую вершину, как бы делаем убавление. Далее с третьей петельки делаем полупетлю и с четвертой петельки делаем полупетлю и вяжем второе убавление. Далее одна воздушная петля и поворачиваем на следующий ряд. У нас осталось 2 петельки, поэтому берем с каждой петли полупетлю и вяжем убавлением. Теперь делаем одну воздушную петлю, вытаскиваем ниточку и отрезаем такой вот кончик побольше, чтобы нам было удобно пришить носик к мордочке. Теперь вытягиваем рабочую ниточку, хорошо затягиваем последнюю петлю и хорошо затягиваем первую наборочную петлю. Вот так прикладываем наш треугольничек, носик к мордочке и получается вот такой замечательный носик. Теперь нам осталось лишь добавить Тедди нашему глазки, либо мишки. Вот так вот глазки вы можете взять, 2 обычные маленькие бусинки. И если это у вас все-таки Тедди, необычный мишка, то ему нужна заплатка. Вот заплатку вы можете сделать, провязав каждую из воздушных петель, как мы вязали первый ряд носика, провязать вот так вот 3 ряда столбиками без накида. Либо взять просто кусочек фетра под цвет носика, вырезать вот такую небольшую заплатку и пришить ее светлыми ниточками, чтобы ее было хорошо видно. Либо в цвет заплатки и как бы немножечко взять там ниточку другого цвета. Я буду делать, наверное, скорее всего заплатку белыми и синими ниточками, чтобы ее было видно. Вы можете использовать, в принципе, любые цвета. И нам осталось лишь нашего мишку пришить к готовому вашему изделию. И наш мишка будет готов. Изначально прикладываем голову там, где мы хотим, чтобы располагался мишка. И вот такими вот аккуратными стежками, вводя ниточку то в шапочку, то вот эту вот основку головы, начинаем наметочными вот такими швами, легкими стежками пришивать голову к шапочке. Немножечко можете шапочку прирастягивать, чтобы не плотно была пришита голова. И шапочка должна у нас в этом месте растягиваться для того, чтобы была немаленькая для объема головы. Потому что может аппликация забрать объем шапочки. Голова пришита и теперь прячем краешек ниточки где-то в середине вязания. Старайтесь так пришивать, чтобы не было с изнаночной стороны видно вот эти вот стежки пришивания. Теперь ниточку можно в середине, которая у нас отрезать. Она нам больше не нужна. И теперь, смотрите, пришиваем наши ушки. Выберите, с какой стороны у вас будет изнаночная сторона ушка, с той стороны и спрячьте вот эту нашу итоговую ниточку, хвостик. И прикладываем вот так вот визуально. Смотрим, где у мишки должны быть ушки. Одно и второе ушко. И пришиваем лишь только за вот эту внутреннюю стеночку. Пусть у нас ушки немножечко торчат. Пришив ушки, берем мордочку, вдеваем в длинный краешек ниточку, иголочку. И теперь, смотрите, короткий краешек нам также нужно спрятать с изнаночной стороны. Выберите, какая у вас сторона будет изнаночная, какая лицевая. И сейчас вам нужно определиться, будете вы пришивать мордочку горизонтальной частью или вертикальной частью. Я, пожалуй, прыщу вертикально для того, чтобы немножечко отличался вот здесь вот часть мордочки от головы. И точно так же пришиваем наметочными стежками по кругу. И смотрите снова, чтобы у нас с внутренней стороны было все аккуратненько. То есть пришиваем лишь только за верхнюю часть, там, где у нас голова, не затрагивая саму основу шапочки. Пришила я мордочку, как вы видите, вот так вот наискосочек, не по горизонтали рисунка головы. Теперь смотрите, вот эту ниточку, которая осталась у меня после мордочки, достаточно длинная, я не буду ее отрезать. Я ей пришью затем бусинки глазки. И теперь вытаскиваем ниточку с иголочки, она нам пока не нужна. И продеваем иголочку, вот эту длинную часть ниточки с носиком. Теперь выбираем красивый уголок носика. Мне нравится уголок, в котором у меня начинается ниточка. И прикладываем вот так вот к верхней части мордочки, чтобы носик у нас слегка как бы был за пределами мордочки. То есть немножечко выше. И пришиваем также по контуру носика наметочными швами. Теперь вытаскиваем ниточку с носика за вот сюда вот к ушку, то есть за глазки, в голову. И у нас здесь будет располагаться вот такая вот заплаточка. Я возьму иголочку немножечко поуже, для того, чтобы у нас не были дырочки при пришивании. Можно даже ниточку разделить на несколько частей, то есть взять потоньше. И затем пришиваем буквально несколькими стежками с одной стороны, со второй, с третьей, с четвертой стороны нашу заплатку. Если она у вас связанная, тоже подойдет, то есть прикладываете заплаточку к желаемому месту. То есть можете на эту сторону, можете на эту сторону и пришиваете. Хотите, можете всего лишь по одному стежку пришить, а затем ниточкой, которой будете вышивать вот эти вот швы Тедди, если это у вас Тедди, то можете еще такой же ниточкой, затем просто вот здесь вот подшить эту платку еще несколькими стежками. После того, как пришили заплатку, берем две иголочки с бусинками. Хотите, можете, в принципе, сразу пришивать. Я для начала отмечу, где у меня должны располагаться глазки, на каком расстоянии и где. И затем я беру уже бусинки черненькие и пришиваю глазки на те места, где отметила. После того, как пришью глазки, я сделаю небольшую вышивку на самом мишке. Это можно по желанию, хотите, можете оставить так. То есть сейчас вот где у меня бусинки беленькие, это иголочки. Я отметила, где у меня располагаться будут глазки и затем пришиваю глазки. В общем, остается пришить глазки, немножечко сделать вышивку по желанию и наш Тедди готов. Я надеюсь, что вам было со мной интересно, было понятно вязать. Поэтому, конечно же, комментируйте, ставьте лайки, кому понравилось. Хорошего вам настроения. Пока-пока!